Всем привет, меня зовут Тушел, и сегодня я сравниваю две мышки Cougar 450M и Zoe FK1+. Обе мышки полностью симметричны и нацелены на большие ладони. Обе оснащены сенсором 3310, и на мой взгляд это отличный повод их сравнить. Комплект поставки у Zoe традиционно богатый, туда наклейка и запасные ножки. У Cougar в арсенале только наклейки, поэтому в раунде ожидаемая победа Zoe. Форма вещь субъективная, но лично на мой взгляд мышка Zoe получилась весьма интересной. Простые линии, не мешающиеся боковые кнопки, и вдобавок ко всему этому мышку можно получить в трех разных размерах. У Cougar все тоже неплохо, я бы наверное назвал эту мышку более удобной, но портят все боковые кнопки с правой стороны. Передняя кнопка мне постоянно мешалась, поэтому победу в раунде я отдаю мышке Zoe. Cougar собрана достойно. В отличие от других их мышек тут дно ровное, а корпус весьма монолитный. Правда если сильно постараться, то будут чувствоваться прогибы в боках, иногда будет слышен хруст. А Зойка собрана как кирпич, ничего не прогибается и все очень монолитно. Да и в руке ощущается мышка как-то более качественной что ли, поэтому очередная победа в раунде у мышки Zoe. А вот с покрытием все сложно, у Zoe вроде все верно сделано, но мышка во влажных руках какая-то непонятно мыслинистая, отчего держака не так и много. Cougar в любом состоянии ладони какой-то непонятный, бока с сотами, но от них устают пальцы, а вся верхняя панель вообще глянец. В общем в раунде получилась ничья, хотя Зойка и тут была ближе к победе. Давайте теперь про внешний вид, это наверное самая ожидаемая категория у мышки Cougar. И понятно почему, мышка яркая и запоминающаяся, у нее классная сочная подсветка, выглядит она в целом здорово. На ее фоне Zoe теряется, несмотря на то, что мне нравится минималистичный стиль Zoe, я должен отдать должное дизайнерам Cougar. Победа 450М в битве за внешний вид. Основные кнопки Zoe традиционно тугие, но с приятным тактильным кликом, без заметного люфта до свеча. Под кнопками кстати, стоят весьма живучие свечи Хуана. У Cougar стоят Амрона с ресурсом всего в 5 миллионов нажатий, да и клик по качеству проигрывает Зойке. Ну и окончательно все портит быстродействие 450М. Кнопки достаточно медленные, поэтому в раунде победа у FK1+. Боковые кнопки и там и там неплохие. Плюс к Cougar я могу отнести их размер, клики и качество исполнения. У Zoe же кнопки меньше, уже нащупывается, но обладает более сочным и качественным кликом. А расположение под большой палец в обеих случаях не идеально. Так что в раунде ничья. Колеса тут совсем разные. У Cougar классика жанра. Механический энкодер с явно выраженными шагами и хорошим ощущением от скролла. Но ресурс такого решения весьма скромный. Zoe же оснащена куда более живучим оптическим энкодером. Но колесо громче, да имеют на 8 щелчков меньше за оборот, чем у колесика 450М. Тем не менее, небольшой перевес в сторону Cougar есть, однако он улетучивается, когда берем расчет клик колесика. На Zoe он ничуть не уступает основным кнопкам, а на Cougar клик дешевый. Поэтому в раунде ничья. Если с колесиками все было сложно, то по дополнительным кнопкам все просто. У Zoe нет ничего. И даже то, что есть, не работает. Я говорю про боковые кнопки с правой стороны. Если смените ориентацию для левшей, то боковые кнопки слева перестанут работать. Зато заработают те, которые справа. У Cougar же есть возможность использовать обе стороны. Да и вдобавок кнопка смены DPI легко доступна и программируема. Так что балл в раунде уходит мышки от Cougar. Glide в обоих случаях неплохой, но все-таки чуть-чуть выигрывает Зойка. Вдобавок ножки WK1 Plus более толстые и сильнее выступают из корпуса, что делает их более долговечными. Да и на ощупь они более приятные. Поэтому очередной балл копилку Zoe. Вес в обоих случаях не регулируется, и обе мышки весят примерно одинаково. Плюс-минус, конечно. Поэтому и получают плюс-минус одинаково в раунде. Про кабель я не буду много говорить. У Zoe он отличный, а Cougar он жесткий и постоянно ощущается при игре. Балл в раунде естественно, отдаю FK1 Plus. В обеих мышках стоит сенсор 3310. И там и там особых проблем я не нашел. Поэтому победителя в раунде нет. Полбала каждой мышки. У Zoe нет своего софта, и минимальный набор настроек достигается за счет комбинирования клавиш и переключения мышки к USB порту. У Cougar есть софт. Пусть он не идеальный, но с помощью него можно что-то настроить. Поэтому за возможность что-то настраивать, отдается балл Cougar. Про цену-то и говорить особо нечего. За одно FK1 Plus можно купить две мышки 450М. Ну, почти. В общем, последний балл в битве уходят мышки 450М. Несмотря на более сильный финишный спринт, мышки от Cougar побеждает, причем заслуженно, Зойка. Конечно, платить 5000 рублей за мышку на базе 3310 в 2018 году не здорово. Но, откровенно говоря, Zoe берет другим. Формой, характерным кликом, живучим колесом прокрутки и отличным кабелем. Как показал мой обзор EC2B, для большинства не будет разницы между 3310 и 3360. 450М неплохая мышь, и она вполне стоит своих 2500 рублей. По соотношению цена-качество 450М отличное предложение. Не только в этой битве, да и на рынке в целом. А проигрыш обусловлен тем, что мышка во многих раундах немного уступала своему более именитому конкуренту. Но поверьте, отрывы не такие уж и большие в каждом из раундов. Поэтому разгромная на первый взгляд победа на самом деле не такая уж и разгромная. Итак, если сравнение вам понравилось, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, делитесь видео в соцсетях, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик, чтобы получать оповещения о моих новых видео на канале. С вами был я, Тушел, всем пока и до новых встреч.